всем привет сегодня продолжаем развивать тему ёпта project у меня есть в наличии вот такой hardware от компании файтек это некий кит который компания файтек разрабатывает на семействе процессоров imx вот компании xp суть следующая я хочу в этом небольшом гайде сделать следующие вещи есть такой небольшой план у нас есть на hardware некий далее нам нужно будет иметь окружение на котором мы будем собирать наш дистрибутив который в будущем мы загрузим на наш hardware и он будет там крутиться но в текущем уроке либо гаде как как угодно это воспринимайте мы это сделаем не на десктопной машине на сервере amazon что что я имею ввиду то есть мы возьмем развернем и сету instance на амазоне настроим там окружение с помощью гайда который есть в вики файтека далее мы сбилдим наш проект который добавим то есть демонстрационный некий проект который вкратце если он будет распознавать лицо которое есть кадре и сравнивать его с лицами которые есть в базе проекта ну и соответственно все это мы запустим и живую демонстрацию я покажу как это работает то есть тот дистрибутив с проектом который вы сбил деле через екта project мы поставим sd карточку на sd карточку мы запишем наш image который мы сбил деле поставим sd карточку на наш борт запустим это в реальном мире я покажу как это все работает и в целом вы проследите вот тот путь который мы рассматривали вот в базовом виде для разбрипай окей поехали давайте сначала пройдемся по амазону потому что без окружения без того что себя будет представлять хост машина и ресурс этой машины мы не сможем сбилдить наш ёпта прочих я сначала хотел это все сделать через машину на которой я сейчас работаю но количество ядер процессоров хотелось бы конечно повыше чтобы можно было не 3 не 4 и не более часов ожидать финальный имейдж нашего дистрибутива окей тогда переходим на на нашу консоль консоли так я проверю щас видео так у меня здесь все пишется запускаем здесь я буду собирать под убунту здесь находим убунту 2004 стабильная версия убираем ее и здесь рекомендация на текущей хост машине на которой я сейчас работаю она у меня не самая новая у меня здесь 8 ядер но я уже тестировал на своей машине и хотелось бы конечно относительно ядер побольше что-нибудь но мы сейчас возможно столкнемся с ограничениями связанными с количеством цепу который может отдать инстанс но в принципе мы сейчас этот момент тоже разберем окей возьмем также 8 ядер 32 гигабайта оперативной памяти так здесь можно модернизировать так нам это не нужно идем дальше инстанс один здесь все оставляйте по умолчанию так скрипту никаких не будем запускать дел сторож я на самом деле не очень люблю практику когда на создание инстансов вы сразу же выделяете этому инстансу больше свободное место на диске то есть диска вы увеличиваете я наверное сделаю отдельный волюм для того чтобы мы могли к нему приконнектиться и на нем это все делали но давайте для этого видео все таки и давайте сделаем нам нужно будет минимум наверное 256 гигабайт так теги мы не ставим так я кто секрет я уже создавал то на самом деле вы можете создать с нуля можете оставить только с саша в принципе больше ничего не нужно будет я буду использовать группу которую меня уже существует здесь принципе то же самое что если вы создали все с нуля так выбираем группу review launch да но он поругается о том что вы можете для старта использовать гораздо меньше и по мощному слабее по мощности инстанс ну нам не нужно слабее ну и секьюрити говорит что даже желает сделать по по безопаснее инстанс окей все это игнорируем нам пока для того чтобы вы поняли процесс как это все будет екта project на инстансе нам этого будет достаточно так а вот здесь я наверное все таки выберу ключ создания с нуля почему потому что если я выберу этот ключ у меня просто на другой машине лежит я его не копировал то мой рабочий лэптоп на нему пусть будет поэтому создание с нуля создаем ключик безопасности назовем его и окта на бунту скачаем его да я на внешний диск себе это скачаю с кризис так ключик скачали инстанс наш собирается окей следующее действие нам нужен терминал так их уже работают отлично пока не целизируется так можете принципе воспользоваться публичными и пи можете вернее днс можете использовать публичные пи адрес и через саш конекция принципе можете нажать вот таким образом конект перейти саш клиент далее а нам нужно будет с так вот наши ключики есть соответственно пм ключ 400 есть но и соответственно можно через публичный днс можно через вот публичный cns вот пример ну и коннектимся по им ключ нашей директории добавляем все мы на инстансе далее нам эта вкладка принципе больше не нужно давайте проверим нашу есть доступно наши восемь ядер 32 гигабайт отзыву первым делом из того что я протестировал нам нужно будет только кстати вот в самом начале для того чтобы работать с слоями которые все фай так дает нам нужно будет поставить пайтон второй так здесь только пайтон 3 поэтому нам нужно будет поставить поэтому 2 так есть пайтон 2 всем он стоит давайте посмотрим все версии питона все так на принципе нам этого достаточно можем дальше ставить окружение окей переходим на сайт документации файтека я ссылочку прямую сброшу вам не нужно будет в дереве искать где находится мануал по пульсу относительно окружения на текущий момент мы все вещи связанные с окружением для приложения пока не будем ставим мы сейчас соберем необходимые слои для нашего йогта поэтому давайте директорию в целом для йогта есть переходим в нее далее нам нужно будет скачать этот файл это как раз вот питоновский файл скрипт который мы запустим с аргументами которые в свою очередь вызовут скачивание клонирование гитов и размещение по нужным директориям на вашей хвост машине в данном случае на нашем инстансе окей единственно права сейчас нужно будет да здесь здесь описано тоже то есть можете посмотреть это если захотите можете поразбираться в этом файлике можете вручную это все позаписывать у меня были трудности на самом начале когда я пытался это все сбилдить именно для этого борда после этого я понял что в документации нет указания что под вторым пайденом пайденом это все работает поэтому методом проб ошибок консультации с ребятами с компании очень помогли мне продемонстрировали как это все сделать поэтому я сейчас делюсь с вами окей права у нас есть да и далее нам нужно будет вот некие аргументы сейчас пройдемся что за аргументы это все запустить то есть нам нужно будет прописать в local config машину нам нужно будет дистрибутив йогурт указать но сам файл вот через точку тот который мы только что скачали мы инициализируем и далее мы добавляем вернее мы создаем наш дистрибутив с именем который в конечном итоге вы потом запишите на sd карту и установите на ваш карту так запускаем процесс отлично поругались но это хорошо это хорошо значит что-то спайта нам все-таки не то хотя альтернативно нужно не будем окей повторно запускаем отлично все далее у нас пошло сборка наших у бунту отлично все пошли сборки слоев дальше немножко видео ускорить чтобы вам не скучно было отлично смотрим что у нас есть заходим папочку sources и в этой папке фактически вот все те исходники из которых мы будем собирать основное ядро линукса и все слои которые нам нужны для работы с нашим hardware то есть работа с интерфейсами языки необходимые и так далее окей тогда нам возвращаемся сюда же нам вернемся назад потому что нужно будет запустить source так дальше перейдет в папку попки и инициализирует целом окружение есть файлик подтянулся в котором было ну и в целом нам нужно будет далее проконфигурировать вот здесь параметр для процессоров аймэкс поэтому нам нужно будет сейчас проверяем есть дистрибутив вот те аргументы которые мы вводили в строке в этой они по сути прописались файлик local конфиг нам сразу нужно будет проверить одну вещь именно вот эту нужно ее раскомментировать так здесь они кстати так и пишут что вам необходимо будет модифицировать файл это как раз вот конфигурация для лекси процессоров этот аргумент нужен випе у лоберой окей сохраняемся в принципе наверно все битбэк можем конечно проверить еще на кстати раз покажу как куда-то все прописалось вот те те клонированные репозитории вот они фактически здесь в этом файле библии лэйер с этот конфиг они здесь все лежат вот наш аппликейшн металл и брюки фэйс матч который и будет в конце этого небольшого видео гайда будет работать то есть распознавать ваше лицо и приводить вам в виде похожести аргумента на кого вы все-таки похожи вот так вот так слои 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 так здесь все собралось выходим отсюда и теперь запускаем по сути сборку нашего дистрибутива для hardware под управлением процессором imx 8 плюс и приложение которое будет распознавать лица и давать сравнение из базы тех лиц которые есть приложение то есть на кого все-таки похоже запускаем битбэк и кстати мне вот интересно будет сейчас посмотреть что-то мне нравится да я разобрался в чем была проблема почему ругалась на один пакет документации которая есть на сайте вики файтек конкретно под этот борт упоминание о том что необходимые пакеты нужно поставить кроме окружения она есть но я ее кто упустил то есть нужно будет перейти в официальный yokta project гайд и поставить пакеты для работала в целом для хост машины поэтому я тоже ссылочку эту оставлю в предыдущем видео мы об этом говорили и эти пакеты ставили но на амазоне я почему-то забыл об этом окей пакеты я поставил я запустил сборку и в данный момент вот сейчас партнется все рецепты которые есть в окружении которому только что собрали фактически вот те вещи которые показывал слои проект и в целом все то что необходимо вот для дистрибутива который будет до системы скажем так которая будет работать на данном борге все здесь уже пошла сборка единство забыл указать аргумент time перед битбейк нужно указать аргумент time и тогда вы будете в конце принципе видеть на что было потрачено время и сколько было потрачено так но здесь я наверно видео уже остановлю потому что сборка будет длиться я так понимаю даже на инстанции а вы достаточно долго у меня не было возможности указать больше чем восемь ядер на весе потому что там нужно делать запрос в службе поддержки amazon для каких целей вы будете использовать там более там восьми ядер или даже по умолчанию там идет ограничение два ядра насколько даже четыре так вот у меня сейчас стоит восемь ядер фактически если я захочу поставить 16 мне нужно писать саппорт амазона окей ну и пусть так я когда останавливаясь здесь видео и продолжим сразу же как только у меня будет готовость имидж мы этот имидж закинем на флешку на нашу sd-карту sd-карту поставим в наш борт и запустим по сути вот и дистрибутив с автораном нашего приложения который будет работать вот на нашей плате и продемонстрирую как это все работает не хватило мне терпения ожидать от амазона с восьми ядрами building дистрибутива с проектом поэтому пересоздала я полностью инстанс на этот раз взял c5 или c5 x large это инстанс тип инстанса с сорока восьми ядрами и девяносто шесть гигабайт азы потому что показывала изначально по времени где-то по процентам примерно прикинул около трех часов но это затянулось гораздо дольше поэтому я кусочек видео уже снимаю на следующий день вот пересоздал я полностью инстанс теперь помощнее машина здесь для билдинга поставил все тоже что вот до этого вы видели в этом гайде в этом гайде то есть все пакеты поэтому 2 все слои собрал в папочку sources вот и сейчас в принципе все это дело будем запускать билдить и я вот прям с вами сейчас хочу посмотреть скорость сборки дистрибутива на машине которая была 8 ядер я тестировал на своей восьми ядерной и на амазоне восьми ядерной и мне почему-то показалось что на моей восьми ядерной машине айсэван гораздо быстрее собирается чем на амазоновской восьми ядерной но сейчас здесь уже помощнее машинка стоит и даже судя по пакетам которые скачивались и устанавливали систему все просто мгновенно происходит поэтому сейчас я тестирую уже на сорока восьми ядрах и 96 гигабайтах узелу тоже у бунта все те же пакеты поэтому сейчас запускаю сборку пакета сборку дистрибутива с приложением для фэйс мэдж так и посмотрим на скорость сборки ну парсить рецепты я уже вижу что скорость да кстати диски я выбрал такой же по инстансу все те же самые настройки только единственная другой типу инстанса с точки зрения производительности так сейчас они инициализируются задачи все но вот пока мы сейчас в реальном времени смотрим сборку пакетов и уже десять процентов собралось поэтому однозначно смотрите с точки зрения задачи то есть если вам нужно собирать это все количество ядер имеет большующее значение для сборки вот уже 12 процентов я сейчас здесь стопану видео и продолжим как-то это все соберется и я скажу примерно по времени что это заняло то есть у меня сейчас по моему локального времени 936 но посмотрим когда это все соберется я продолжу видео отлично все собралось единственное конечно я запустил в 949 37 где-то так но фактически вот 49 минут 50 минут сборка длилась на 48 ядрах по-моему и сколько здесь до 48 ядрах и 96 векторах озву так все таски 77 тысяч 208 задач все выполнены все есть записалось два файла это наш торфайл который мы можем стянуть архив и распаковать там будет вик файл и вик файл сырой который мы запишем на sd-карту вот я здесь набросал сразу команды кто любит в терминале все это делать в принципе будут эти команды полезны первое вариантов сразу с такой небольшой лайфхак кто будет билдить на амазоне смотрите когда вы создаете любой instance у вас автоматически под instance создается волюм и волюм будет привязан автоматически при оттачен к вашему instance но так как вы ставили сейчас все пакеты вашу бунту вы поставил вы склонировали все гиты и в принципе билдили проект туда же я рекомендую отдельно создавать волюм и создавать отдельный instance я же делал это немножко иначе я создал instance и волюм создался автоматически что не всегда правильно потому что но ценообразование на волюмы отдельно созданные при оттаченые там при маунте на и при оттаченые вами вы можете потом от дитачить и использовать для любого другого инстанса зачем это делается например вот мы создали instance который и по деньгам дороже и по производительности он быстрее то есть на нем билдить конечно комфортно за 40 до 50 минут мы получили первичный билд который самый самый длительный то есть там ядро собирается пакеты необходимые окружение поднимается на котором будут работать ваше приложение в дальнейшем вы можете поставить вообще там чуть ли не четырехъядерный какой-то instance делать самый простенький на котором вы все это будете до собирать почему потому что у вас уже есть build history и у вас есть сборка необходимых пакетов допустим там библиотека опыт сивиджи стример там тензерфлоу вас собранные все эти пакеты они у вас уже сбил джины есть и самое интересное сбил джи они сбил дились под конкретно ваш хардовая то есть вы это все сделали под дистрибутив которые будут работать на вашем железе лайфхак следующий то есть вы можете в будущем создать гораздо проще instance и при оттачить волюм на которой вы клонировали абсолютно весь ёкта project и все вся ваша билд хистори при билде билдинге проекта она будет лежать на волюме который при оттачен потом вы убиваете дорогу дорогостоящий инстанс создаете новый инстанс который стоит дешевле менее производительный и используя волюм который вы при оттачили к новому инстансу вы используете всю историю которая у вас уже есть и соответственно если вам нужно будет забросить новый проект допустим тот же мл проект который будет крутиться на вашем железе то есть вы берете добавляйте слой нового проекта запускаете сборку пакета заново и у вас собирается фактически это все за считанные минуты потому что у вас основное ядро основные пакеты под приложение под которым будет крутиться она уже собрана соответственно вот такой небольшой лайфхак я это делаю в основном на локал машине но я это стал замечать что все следующие сборки мои гораздо быстрее происходит потому что все это в кэше уже есть у меня про кэшеровано файлы стянуть нам нужно будет нам нужно будет стянуть вик файл файлы стягивается варианта очень много можете там с 3 подключить кучу всяких сервисов если хотите но есть простой способ с теперь то есть мы после саша используя наш файл пэм наш имя пользователя далее так кстати да давайте сейчас сразу же это все сделаем я покажу каким образом это все выглядит с точки зрения местонахождения смотрите мы находимся здесь в билде и у нас вот есть такая папочка деплой иногда сборка сборка в yokta project бросает в папочку тмп а в папочке тмп далее есть деплой но в текущей версии так как мы запускали клонирование и создание нужной директории то есть окружение через python файл у нас переопределены эти директории поэтому вот в текущем случае при сборке это нужно можно проверить и в конфигурациях это также можно если захотите направить в тмп файл у нас все сейчас лежит в деплой заходим деплой далее у нас images далее у нас папка с именем имейджа которые мы в битбейк в начале вбивали то есть мы запустили сборку пакетов и указали как будет называться наш имидж вот как-то вот так он будет называться давайте посмотрим все эти файлы их здесь очень много здесь на самом деле история архива очень много но нам нужен на самом деле файлик с расширением вик это вот финальный файл который будет записываться на на sd-карту нам сейчас наверно так вот сделаем так и нам нужен будет файлик с расширением вик или тар и имя файла должно соответствовать имени который мы убивали при сборке пакета так 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 вот наш файл да иногда бывает расширение sd-карт ну на самом деле я подозреваю что это скорее всего архив и внутри все равно будет лежать викфайл хотя кстати викфайл нужно посмотреть что это за викфайл ну вот я работал с викфайлами на самом деле да вот в архиве они внутри лежат так я не будем сейчас даваться подробности скачиваем вот этот sd-карт точка sd-карт и принципе это наш наш файлик тот который нам в конечном итоге нужен только единственное нам без расширения roof нужно нам нужно найти оригинал так скачивая повторно файл немножко на тот файл скачал да смотрите будьте внимательны здесь очень много историй дополнительность которая при сборке пакета идет она также заархивирована в файлы и можете по ошибке там тар файл на тот скачать нам нужен фактически финальный либо викфайл который расширение от yokta project идет либо же sd-карт точка sd-карт файл вот я sd-карт сейчас скачаю пока качается сейчас кратко объясню каким образом дальше нужно будет это все записать на sd-карту ну скачивайте привычно через ssh то есть scp так же как на удаленную машину так и с удаленной машины на вашу локальную машину в принципе здесь то же самое единственная разница только вы укажите где вы находитесь по пути через двое точие на удаленной машине ну и куда вы будете все это скачивать по sd-карте ну логично что sd-карт нужно будет форматировать можете там sd-форматор использовать можете через терминал форматировать ее далее поставите карту в слот в картридер либо возможно вы через лэптоп заходите и будете это все копировать на sd-карту если она у вас замаунтилась автоматически то делайте U-mount есть список девайсов можете вывести через лс и в конце дф-сд звездочка и вам выдаст все начиная на sd все девайсы ну и дальше соответственно когда карта форматирована через if равно указывать имя файла оно у меня будет лежать там по моему пути вы свой путь указываете либо же вы в этой директории находитесь либо зайдете в другую директорию но укажите тогда путь полный путь к этому файлу да вот эти кавычки не нужно указывать я сейчас покажу каким образом это выглядит вот так выглядит только будет sd-карт вот таким образом это все будет выглядеть но это если я внутри папки нахожусь ну и имя файла соответственно у вас если вы с этого же репозитория собираете будет такое же самое так что то наше скачивание намедленно потому что файлик достаточно такой приличный по размеру поэтому скачивается 5 мегабайт секунду кстати странно такая скорость но это я думаю мой канал скорее всего не самый быстрый вот все записали карточку ставим карту в картридер подключаем интерфейс камеры подключаем клавиатуру что в принципе клавиатуру там не нужна будет на всякий случай подключим hdmi rj45 то есть лан нам не нужен нам сеть в принципе не нужна у нас проект так собран что у нас есть база лиц с которыми будем сравнивать то лицо которое получили с камеры вот ну в целом все запускаем устройство и радуемся мы собрали свой собственный дистрибутив с исходников который предоставил компания файтек на своем своей документации и те слои которые они подобрали там уже есть необходимые слои для работы проектов ну и будущем в принципе можете использовать абсолютно любой если окружение подходит для вашего проекта можете использовать абсолютно любой проект и вот таким же образом собрать дистрибутив с вашим проектом гораздо быстрее потому что у вас уже есть build history файлик сейчас запишется я видео остановлю и стартану его на тестирование уже реального устройства как это будет работать когда я запущу устройство встану перед камерой и наш новоиспеченный скажем так проект йогта то есть дистрибутив с проектом уже будут работать на реальном девайсе так карточку мы на карту записали все дальше я подключил уже нашу плату поставил карту запускаем сигнал монитора переводим кстати в ветке есть третья версия если кто будет скачивать компилируйте третью версию третья версия по новее то есть ветки проекта именно на фэйс матч есть ветка 03 вот ее в принципе можете уже она более более свежая там база лиц особо разницы кроме интерфейса не заметил но в целом есть третья версия можете смело ее посмотреть автоматические приложения запускается фокус здесь механический фокус на камеру то есть ее нужно подобрать и вот таким образом она сравнивает и с теми лицами которые есть в базе вот в принципе как это работает поэтому тестируйте смотрите в сторону компании которые используют процессор nxp и в целом семейство imx неплохая линейка у нее есть самый главный индекс i для industrial то есть там серьезная защита по безопасности высокий порог работы в низких и высоких температурах виброустойчивость то есть почитайте посмотрите целом imx процессоры достаточно широко используется в производстве в industrial сфере скажем так вот поэтому я постарался показать как вы можете использовать amazon yokta project и демо проект в вашем дистрибутиве которые автоматически будут работать как только вы включаете ваше устройство где бы оно не стояло в целом это все был рад поделиться опытом пусть и небольшим я не так долго занимаюсь yokta project может быть два может от силы три месяца но в целом интересный проект если вам нужно будет вот в продакшен в сторону продакшена смотреть ваше устройство наладить поставку устройств уже с готовыми дистрибутивами проектами которые будут работать на вашу пользу в целом все всем пока спасибо